Ребята, всем привет из солнечного Казахстана! У меня совершенно случайно оказалась возможность показать вам вот этот автомобиль. Это обновленный Geely Coolray. Очень популярная машина в наших краях, так что я, естественно, решил воспользоваться этой возможностью. И несмотря на то, что это фактически рестайлинг, изменений в нем гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Так что сегодня обо всем об этом поговорим, по полочкам разложу и покажу. Поехали! Ну и несмотря на то, что это всего лишь рестайлинг или фейслифт, изменения достаточно серьезные по внешности. Это и новые фары, новая облицовка радиатора, новые бамперы спереди, сзади, соответственно, дополнительные аэродинамические элементы. Ну, скорее, конечно, декоративные. Это и жабры на капоте, и вставки на задней части бампера. В целом автомобиль выглядит свежо, красиво. Единственное, наверное, что ему не хватает, с моей точки зрения, это размера. Но так как это все-таки сегмент B SUV, то вот насколько могли дизайнеры сделать автомобиль динамичным, интересным, красивым, ну, настолько они и сделали. И, в принципе, что спереди, что сзади, что сбоку, очень много всяких элементов, за которые цепляются глаза. Это и вот такие вот вставки около боковых зеркал, это и парящая крыша сзади, и в нашем случае это двухцветная окраска, крыша становится черной. Плюс еще здесь добавился дополнительный цвет, цвет хамелеон. Он предлагается в топовых комплектациях за доплату, но в любом случае вы можете себе его позволить. Ну, если у вас такая заряженная версия, как у нас, то, соответственно, красные акценты, значок S спереди. На всех моделях появились вот эти вот наклоненные агрессивные ДХО и новая оптика, к сожалению, с рефлекторными светодиодами. Ну, опять же, сегмент, наверное, диктует все-таки свои правила. Сзади у нас монобровь, объединенный фонарь, тоже выглядит свежо, и большое количество всяких акцентов. Четыре трубы, к сожалению, вы навряд ли услышите выхлоп, это вам не гаком пау, но выглядит, по крайней мере, хорошо. Ну, и также сами фонари, посмотрите, и слева, и справа, разделены вот такими сегментами, выглядят тоже необычно. Ну, и вишенка на торте, это сложной формы спойлер, верхняя часть которого сделана под карбон, ну, а, соответственно, боковушки подчеркивают, ну, типа, спортивный характер автомобиля. Также акценты на диффузоре и также имитация карбона в нижней части. Плюс, как и спереди, так и сзади, большое количество вот этих вот ромбообразных элементов, которые подчеркивают, ну, скажем так, дизайнерскую составляющую этого автомобиля, и он действительно выглядит хорошо. У меня, например, жена посмотрела на машину и сказала, слушай, он прям симпатичный, он реально симпатичный, и со всех сторон смотришь, и вот, да, это симпатичный автомобиль, несмотря на то, что фактически это, ну, начальный сегмент китайских кроссоверов. Ну, и по салону тоже нужно сказать несколько слов, и здесь я бы, наверное, даже больше внимания обратил просто на подход китайцев, которые не ожидаешь увидеть в сегменте BSUV. Потому что, посмотрите, да, здесь дубовый пластик везде, но посмотрите на фактуру, посмотрите на материалы. Здесь вот у нас кожзамп, прострочка контрастная, здесь вот алюминиевая отделка, здесь настоящая классная ручка, она прям хорошо лежит в руке. Здесь вот даже вот маленькие, видите, штучки такие, чтобы у вас не было такого громкого, звонкого удара ручки об дверь. То есть прям очень круто. И дальше, если смотреть на центральную консоль, то здесь, во-первых, вот такой вот двойной изогнутый экран. Во-вторых, два экрана с хорошим изображением. Единственное, подкачала, наверное, немножко графика интерфейса, но это уже мелочи. И продолжаем смотреть на правую часть, и тут тоже изобилие материалов. Да, жесткий пластик, но опять же фактура, опять же под алюминиевую отделку, здесь вот такие вот красные акценты, здесь тоже, посмотрите, такая типа прострочки, надпись Battle, я так и не понял, что она означает, наверное, комплектацию, хотя нет. Ну, в общем, выглядит классно. Дальше, наверное, есть аналогия с Peugeot, смотрите, такие кнопочки, как в Lamborghini, спортивные, гоночные. Здесь такая большая плоская консоль, и, соответственно, испачкался, да, глянцевый пластик, и, соответственно, вот такой вот селектор управления коробкой. Выглядит клево, но опять же, если сравнить это с предыдущим CoolRay, то теперь у вас появилось место, где можно хранить телефон и, более того, еще и заряжать его. Здесь, кстати говоря, беспроводная 15-ваттная зарядка, то есть будет телефон заряжаться достаточно быстро. Опять же, прострочка, ручка, два цвета, все клево. Здесь у вас органайзер для того, чтобы использовать подстаканник, либо не использовать его, управление режимами вождения. Ну, и вот такой вот контрастный салон, посмотрите, тоже искусственная кожа, искусственная замша, прострочка, сидушки выглядят прям хорошо. То есть вообще придраться очень сложно. В этом сегменте, в бюджетном сегменте, фактически, кроссоверов вы получаете вот такой вот укомплектованный автомобиль. Круто, круто. Да, и корни Volvo никуда не деваются. Вот этот вот странный бардачок-карман, который находится под центральной консолью, здесь тоже сохраняется. Дальше сажусь на второй ряд сидений. И здесь тоже удивительно. Опять же, B-сегмент. Самый простой, самый дешевый. И посмотрите, во-первых, материал отделки, фактура, все то же самое, ручки, никакого вам там супер дешевого пластика, ничего, все приятно и красиво. А во-вторых, воздуховоды. Воздуховоды для задних пассажиров. Обалдеть, это вообще как. Даже есть подогрев и USB-разъем Type-A. Ну и самое интересное, это место. Машинка-то вообще-то маленькая, а места есть, смотрите, в коленях места много. Над головой запас есть. Ну да, наверное, немножко не хватает профиля кресла. Но, слушайте, это уже перебор. И подстаканники есть, и подлокотник есть. В общем, очень хорошо. Прям очень и очень хорошо. И смотрите, в топовой комплектации еще у нас и панорамная крыша. Она тоже доступна в этом автомобиле. То есть тут китайцы добавили просто максимум всего, что они могли добавить. Оп. Ручки с микролифтом. Точечная подсветка. Но я не знаю, как так? Как так получилось? За дополнительную плату можно взять электропривод. Крышки багажника будут открываться, закрываться. И тут вы увидите, что места тоже, в принципе, достаточно. Внутри еще и есть и докатка. Ну, как всегда, я тут навалил свои вещи. Ну, в общем-то, даже для того, чтобы понимать, что здесь, может быть, даже и лучше. Есть подсветка. Розеток, к сожалению, нет. Да, конечно, в Казахстане ездить сложнее, чем хотелось бы. А, теперь надо вот туда повернуть. Класс. Но самый главный принципиальный момент для этого фейслифта, и это тоже нетипичным, потому что так обычно они делают, это новый двигатель. И двигатель не просто какой-нибудь, а концептуально меняющий этот автомобиль. Почему? Потому что раньше здесь было три цилиндра. Полтора литра турбо, но три цилиндра, которых почему-то все боялись, как огня. Хотя я вам уже рассказывал, то же самое миники, тоже три цилиндра, а двигатель ведет себя просто великолепно. Отличный мотор. Но здесь это было ограничивающим фактором для продаж, и, в общем-то, теперь китайцы это услышали и сделали тот же самый мотор, но четыре цилиндра. И он теперь выдает 172 лошадиные силы, разгоняет этот автомобиль до сотни за 7,6 секунды. Честно скажу, не проверял, но, по крайней мере, чисто по этим цифрам, это становится самый быстрый кроссовер в сегменте B среди всех конкурентов. Если посмотреть на ту же самую Крету, ну, там все вообще печально, атмосферные моторы. Если посмотреть на других китайцев, где есть турбины, там могут быть вариаторы, могут быть роботы, которые работают хуже. В общем, такой динамики не обеспечивает никто. А эта машина может действительно похвастать хорошим ускорением. Ну, а здесь есть еще один момент. Здесь установлен робот, мокрый робот, 7-ступенчатый, с двумя сцеплениями, который вроде как должен работать очень быстро, но, как я вам уже рассказывал в других тест-драйвах, с роботами произошла одна очень простая история. Когда только-только появился первый робот с двумя сцеплениями, это был DSG, он работал просто великолепно. Все отзывы журналистов, обозревателей и людей, которые только-только купили машину, были просто волшебные. Супер, быстро, классно, экономит топливо и предугадывает ваше желание, переключается так быстро, что вы даже не успеваете ничего понять. Но потом, когда они начали ломаться, а ломаться они начали так, что Volkswagen там схватился за голову, инженеры пытались что-то придумать. И что они сделали? Они просто, скажем так, ухудшили робот. Они сделали его медленнее, они сделали его спокойнее, он сам себя бережет, контролирует температурный режим и все остальное. В общем, все те преимущества, которые у него были с точки зрения скорости переключения и всего остального, они растерялись в угоду надежности. Что сделали другие производители, в том числе и китайцы, когда они начали делать свои роботы. Потому что робот это действительно что-то более новое, более высокотехнологичное для автомобиля. Они начали смотреть на ошибки Volkswagen и начали делать уже безопасные роботы. И именно такой здесь и установлен. Поэтому, когда вы только начинаете ехать, ничего не происходит. Вы нажимаете на газ, а робот такой, а? Что? Нет этого подрыва, нет какой-то невероятной динамики, и вам нужно потратить это время, приноровиться к тому, как он себя будет вести. Поэтому преимущества этого робота я не увидел вообще. Ну, а расход топлива в среднем, вот по городу у меня, кстати, сейчас 10 литров. Но вообще, в реальности машина может показывать где-нибудь там 6, 6,5, 7, 7,5 литров. И на мой взгляд, это действительно хорошо. Что еще можно отметить? То, что, опять же, для этого сегмента большое количество всяких опций, которые не ожидаешь здесь увидеть. Это и адаптивный круиз-контроль, это и, соответственно, настройки режимов движения. Понятно, что автомобиль у нас исключительно переднеприводный, но за счет этих режимов вы можете почувствовать его по-разному. Если, например, включить режим спорт, смотрите, еще перепутаны абсолютно менюшки. Когда вы нажимаете вот на этот вот рычажок, то у вас отображается текущий режим и сверху, снизу, соответственно, другие режимы. Так вот, у меня сейчас адаптив, спорт наверху. Я качаю вот этот лепесточек наверх, но я получаю не спорт, а я получаю режим комфорта. Все наоборот. Вот, но если все-таки долистать до нужного режима, то вы почувствуете, что робот начнет, ну, как бы стараться переключать передачи чуть-чуть побыстрее, а сама педаль газа станет более такой дерганой и резкой. Но общий характер, к сожалению, не поменяется. Машина все равно, по крайней мере, робот будет стараться беречь себя и лишних движений, особенно на маленьких скоростях, особенно при старте с места. Делать он, к сожалению, не будет. Камеры 360 градусов, а в реальности китайцы говорят, что это уже 540, потому что здесь камеры смотрят еще и вниз, и, соответственно, они могут нарисовать вам прозрачный автомобиль. Дальше. На панели приборов мы видим значок 40 км в час, и это означает, что камеры, которые установлены вот здесь, считывают дорожные знаки, и это действительно работает. Ну, и вишенкой на торте являются ассистенты вождения, и это не просто ассистенты, а это автоматическая парковка, которая тоже здесь есть. Можем даже сейчас где-нибудь ее попробовать. Выбираем место. Отодвинем чуть-чуть в сторону. Только я не понял. Ну, хорошо. И поехали. Отпускаем рулевую. Машина едет вперед. Я же, главное, еще криво так поставил. Останавливается. Поменяла мне место на соседнее. И теперь едет сама. Нажимает и на газ, и на тормоз. Все делает сама. Но делает, конечно, стрёмно. Все здесь не ровно зажает. Не ровно зажает. Оп. Никого уровня нет. Все окей. Так. Недавраем. Три метра. Дима 3. Девять, два, восемь, пять, четыре, три, два, один. Автопарковка завершена. Было страшновато. Единственная проблема со всем этим ворохом технологий в том, что интерфейсы налажены и настроены, скажем так, не очень. Во-первых, вы не можете нормально поменять панель приборов. У вас вот есть вот только вот такое отображение. Да, выглядит нормально. Но я бы хотел, наверное, больше какой-то красоты. Красоты, к сожалению, никакой нет. С точки зрения мультимедиа, тоже за счет того, что нет CarPlay, за счет того, что у вас нет тех технологий, которые есть, скажем так, в Китае. Это в первую очередь навигация. У вас тут, когда вы заходите, допустим, в домик или там вот в приложение, у вас, по сути, ничего нет. Вы можете посмотреть видеорегистратор, не знаю, позвонить, если у вас присоединен телефон. Но по большому счету все. Больше ничего не доступно. И это проблема, потому что, чтобы быстренько что-то настроить, чтобы быстренько что-то включить, вам нужно копаться вот в этих вот бесконечных настройках. Если запустить музыку, то она будет выглядеть у вас вот так. То есть черный экран, огромный экран, который используется для того, чтобы просто быть черным и отображать информацию об исполнителе и показывать вам кнопки Play и там Next и Previous Track. Все. То есть возможности автомобиля большие, дисплеи классные, высококачественные, но при этом использовать их, к сожалению, не научились. Но здесь, конечно, можно сказать, что, наверное, они этому обучатся, и в ближайшее время все станет на свои места. Ну а так, в целом, впечатление от автомобиля очень приятное. Шумка работает хорошо, подвеска работает нормально. Не супер, но нормально. Двигатель, если не считать затупов с роботом, тоже прекрасный. Так что, в целом, это очень достойный вариант в сегменте B SUV. Ну и, конечно, у вас будет вопрос, а сколько же стоит эта машина? Но в тот момент, когда я записывал видео, к сожалению, такой информации у меня не было, но она появилась сейчас, когда я это видео выкладываю. Так что вот вам полная таблица всех комплектаций со всеми ценами. На этом все, ребята. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, если нравится то, что я делаю. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok